Поехали! Сергей Павлович Королёв писал, что перспективы космонавтики беспредельны, как сама Вселенная. Время подтвердило правоту этих слов. Сегодня ракетно-космическая отрасль России – это самые современные технологии и разработки, которые позволяют нашей стране оставаться одним из лидеров научно-технического прогресса. На предприятиях космической отрасли и в смежных отраслях трудятся сотни тысяч человек и подрастает надежная смена инженеров, конструкторов, ученых. Перед началом заседания историки, инженеры, политики посетили студенческий центр управления полетами. Это микровариант настоящего ЦУП. Кстати, с ним у студентов прямая связь. Ребята могут наблюдать запуски в режиме реального времени. Кроме того, студенты-бауманки непосредственно управляют двумя спутниками, которые сейчас находятся на орбите. Проводят исследования и передают полученные данные в Академию наук. Романтика космических специальностей, она остается. Любой успех нашей космической отрасли, он сразу отражается и на конкурсе, и на желаниях ребят. Мы это видим сразу. У нас подскочил в два раза конкурс на космические специальности. Нам 190 лет, надо хранить каждую страницу своей истории, понимать, как мы пришли к сегодняшнему дню. До сих пор мы готовим инженеров в самой трудной инженерной профессии, инженера-разработчика. Ну и, по сути, это инженерная элита России. Архивные документы, которые посвящены становлению Бауманки как одного из центров космических разработок и исследований, в ходе заседания Сергей Нарышкин передал руководству ВУЗа. Московский государственный технический университет имени Баумана был первым учебным заведением, в котором появился факультет космонавтики. Сейчас в главном техническом ВУЗе страны сразу 22 кафедры связаны с космической отраслью. Когда-то давно сам Сергей Королев, несмотря на огромную занятость, написал курс лекций для студентов Бауманки и даже лично прочел одну из них в этих стенах. Тексты лекций сохранились. И в день заседания ректор Александров торжественно вручил их Сергею Нарышкину. Я с большим пиететом и удовольствием передам это историческому обществу. Историческая значимость личности Сергея Королева и его вклада в мировую науку бесспорна. Разработка баллистических ракет, работа по созданию ядерного щита, запуск первого искусственного спутника Земли и многое другое. Все это удалось сделать в рекордно короткие сроки. После Великой Отечественной войны, остановившей проведение космических разработок, потребовалась предельная концентрация ресурсов. Несмотря на все сложности, Советский Союз закрепил за собой безоговорочное лидерство в космосе. Впрочем, и сегодня нам есть чем гордиться. В космосе сейчас находится телескоп «Спектр-РГ», с помощью которого ученым уже удалось обнаружить миллионы объектов во Вселенной. Это действительно было очень большим успехом, пожалуй, я бы сказал, за последние десятилетия, может быть, нашим главным успехом в научном космосе, когда этот космический аппарат в течение нескольких месяцев выходил в так называемую точку Лагранжа, полтора миллиона километров от Земли. И сейчас уже больше года находится в этой области на дежурстве строя изображения всей Вселенной с очень высоким разрешением и в диапазонах частот, которые раньше не были доступны. Прямо во время заседания с космодрома Байконур стартовал космический корабль, который доставил на МКС новый экипаж. Он летел по сверхбыстрой схеме. Полет занял всего около трех с половиной часов. В Роскосмосе обещают теперь также запускать все пилотируемые корабли. Ребята прилетят там порядка 80 тысяч километров. В честь празднования корабль назван именем Юрия Алексеевича Гагарина. И на поверхности экрана вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля имя первого космонавта. И на главном обтекателе размещена символика празднования 60-летия полета первого человека в космос. Кстати, поздравления по случаю Дня космонавтики участникам круглого стола были переданы и прямо с орбиты. Своё видеообращение направил экипаж Роскосмоса. 60 лет назад произошло историческое для всей планеты событие. Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос. За этой победой стоял труд тысяч людей. Небывалыми темпами развивалась наука и техника. Творилась история. История, которую необходимо помнить, хранить и передавать следующим поколениям. В рамках круглого стола Сергей Нарышкин передал в распоряжение Роскосмоса муляж учётной карточки члена КПСС Юрия Гагарина. Её обнаружили недавно в фондах Российского государственного архива «Новейшие истории». Подборка документов, касающиеся роли нашей страны в освоении космоса, уже размещена и на сайте Российского исторического общества. Интересные материалы, касающиеся развития космической отрасли. Потому что, что скрывать, в тот период все эти вопросы решались через аппарат ЦК КПСС. Все вопросы, связанные с научными разработками, все вопросы, связанные по-современному, можно сказать, пиар-акциями, все вопросы, связанные со встречей космонавтов, все отложились в документах. 60-летие первого полёта человека в космос входит в число приоритетных тем работы Российского исторического общества в этом году. Ранее в Саратове, именно там Юрий Гагарин впервые поднялся в небо, являясь курсантом местного аэроклуба, была открыта выставка космической экипировки. Также в январе, в день рождения Сергея Королёва, начал работу интернет-портал, посвященный истории создания первого искусственного спутника Земли. Более того, совсем скоро под эгидой Российского исторического общества из печати выйдет книга «Изобретения, изменившие мир». Она расскажет о российских новаторах. Отдельная глава будет посвящена космосу. В этот юбилейный год счёт таких проектов идёт на десятки. Впрочем, и тема освоения космоса остаётся поистине неисчерпаемой. Служба информации Фонда Истории Отечества. Фонда Истории Отечества Фонда Истории Отечества